Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1567». Не пойму, почему вы считаете своё мнение всегда правильным, как бы говорите истину в последней инстанции? Разве святые так делали? Меня особенно тревожит то, что вы говорите о защите Родины, что христиане должны только молиться, а сами не должны поражать врагов Отечества. Как же так? И от Сергия Радонежского о его благословении Дмитрия Донского столько писали, что это было начало освобождения Руси от монгольского ига. Даже монахи пошли воевать. Ваше убеждение? Вы его сами себе добыли или где-то вычитали, что этим событием в русской истории есть и другое объяснение, иная трактовка. Не посчитайте за труд. Назовите хотя бы авторов, где это можно прочитать. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы я отвечал своими вымыслами или учёностью, которой у меня, к счастью, как раз и нет, тогда бы эти вопросы и перерасспросы могли бы завалить меня тут же. Но я даю вам ответ, опираясь на Священное Писание и на кануне Церкви, и на жития святых отцов Православной Церкви. Сам Дух Нового Завета, Дух Мира и Любви – вот гарантия верности, слышанного вами. Почему этот глухой ропот на меня всегда скрытен? И сколько не прошу выставить хотя бы какие-то достойные возражения, но не звука со всего мира. Хотя я о том прошу и по интернету, где выставлены все мои книги. Пишу каждый год послания всем архиереям в стране и за рубежом. Это же несколько сот адресов. Так пишу и в монастыре, и известным пастырем. Но и они только ропщут на меня, а сказать не могут. Недовольны все, кто читает мои книги, но и все очень благодарны. Картина такая. Когда читает православный епископ, то он говорит, вот тут вы говорите про сектантов. Мила Люба послушает, такие неотразимы доводы. А вот здесь опять святых поминаете. Опять священство ругаете. Это же вредно для церкви. Разъяснил ему, что знать свои болячки, язвы много полезнее, чем пускать дым кодильный. Вот баптисты читают и ропщут на те места, которые православные деятели похваляют. А довольны, Люба милая им, когда говорю о том, что пастыри стали наемниками и не учат народ. А у баптистов, например, проповедь на первом месте. Это им елей на души сектанского. Но разъяснил и этим, что они без священства, не церковь. Но им есть выход. Задумались, примолкли. И так каждый. Когда я приезжаю в Новосибирск по вызову, то директор школы делает так. Избирает большой класс, и в него стаскивают стулья, и набиваются класса 3-4. И я там урок провожу. И туда перехожу. И так в течение недели охватываю всю школу. Иногда часов по 8-10 в день провожу в школе. Иногда с директором ведем урок показательно на два голоса. Он по учебнику отцы и дети, к примеру. А я все это согласно писанию. Чудо, как слушают дети. Его завуч и говорит. Я вот хожу за вами в каждый класс. Ознакомительные уроки, урок первый. Вы проводите везде по-разному. Нигде нет повторов. Как это возможно? Это же вступление, и такое везде разное. А если было бы еще классов 50, то и туда с этими иными материалами пришли бы. Отвечаю, что слово Божие бездонно и бездна великое. Например, вошел в класс, а там художественный зал. Висят картины «Тайны вечера» Леонардо да Винчи. И врубеля «Демон». Урок будет основан по этим картинам. И она еще заметила, что когда я не начал говорить, то всегда ругаю учителей. К этому и рассказ сей. Каждый хочет умереть без покаяния, потому так болезненно реагирует на любое, даже теневое замечание, свой адрес. Как истовый старообрядец без покаянный. А нужно бы наоборот, ловить где и что будет высвечено в моем закутке, и за то поблагодарить. А нет. Попы много говорят о покаянии. Они так привыкли других исповедовать, а тут их зовут покаянием. И кисподи перед народом своих грехов. А они это лох как не любят. Священники – это самая нераскаянная часть в народе. Самая закоренелая в страшных грехах своих. Таких случаев, когда священники были вот так и вышли перед народом, и попросили у него прощения за все свои преступления и упущения в своей жизни, было только два в моей жизни. Отец Леонид Грошев, игумен, и священник отец Владимир Цветков в городе Фрунзе вышли перед народом и покаялись. Священство – это самая нераскаянная мафия, самые нераскаянные разбойники. И это их планита. Есть такая книга, выпущенная в Париже и как будто еще и не изданная в России. Подписана Петром Ивановым «Тайна святых». Вот из ее несколько отрывков по этой теме о войне. Мне это близко было и есть. И я ее начитал и распространил. Звучание на 25 часов. Как размер Нового Завета. Куликовский, кавычки открыты. Куликовская битва считается величайшим событием всей русской истории. И в этом событии как бы тонет все происходившее в те времена. И жизнь, и деятельность людей получают оценку с высоты победы на Куликовском поле. Историк Ключевский резюмировал это общее мнение в своей очерке о Сергея Радонежском так. Народ русский погибал от недоверия к своим силам, от унижения своего перед татарами. И вот Куликовская битва неизмеримо подняла его дух, дала ему крепость, вернула способность бороться за развитие своего государства. После этого Россия быстрыми шагами идет к высшему существованию, могуществу. Одним словом, Куликовская битва имеет великое нравственное значение. Главная заслуга святого Сергия, как святого, состоит в том, что он как бы подготовил, вдохнул силы в русский народ, чтобы тот решился на битву и, благословив Дмитрия Донского, тем обеспечил ему победу. Интересно отметить, что это свое слово о святом Сергии Ключевский впервые произнес на торжественном собрании Московской духовной академии. И с тех пор церковные писатели подобострастно цитируют его, когда пишут святого Сергия «Вот жесточайший материалитический взгляд на жизнь христианского народа. Нет ничего более обидного для церкви Христовой, как житье его великого святого посланника Христа в свою церковь, стерилизовать под какое-либо мирское событие, в особенности под битву». Рассуждение духовное будет обратно материалистическому. Никакая битва не имеет в христианском обществе нравственного значения. И никогда святые не принимают ни малейшего участия ни в подготовке победы, и не отвечают за поражение. Это зависит от физических сил государства и от его судьбы. «Напротив, молитвы святых во времена Божьим делом благоприятные, то есть при склонности христианского народа к доброте, всегда рассеивают грозные тучи. Та, что никакая битва даже и невозможна. Благословению святого Сергия придует совсем не тот смысл, который оно имело. Так извращено от правления на битвы икон перед Света и Осляби иноков, будто бы святым Сергиям. Духовный человек не мог послать сражаться физических тех, которые дали обет бороться с врагами только духовно. Дело очевидно было так. У бывших воинов возгорело сердце при виде воинственно бряцающих оружием княжеских людей, собравшись на битву, и они возжелали следовать за князем. А так как свобода ни от кого не отнята, то и они исполнили, что хотели. Раболепие московских историков перед всем, что, по их мнению, способствует возрастанию мощи государства, стерилизовало это событие, как им нравилось. Оно не было благословением на битву. Такое выражение даже непонятно с духовной стороны. Просто святой Сергий не отказался благословить Дмитрия по его прозе перед трудным походом. И все святые не отказываются в подобных случаях в своем благословении. Святой Сергий ободрил Дмитрия, как всякого, который подвергается смертельной опасности. Он молился о сражающихся. Но так молятся все христиане за братьев в трудные и мучительные для них времена. Однако благословение совсем не то, что предсказание. И ничего общего с ним не имеет. В Печорском монастыре дважды в разное время благословляли князей перед битвой с половцами. И оба раза святые предсказывали князьям поражение. Изяславу с братьями в 1068 году при реке Альте. Далее святополку Изяславовичу и Владимиру Мономаху в 1994 году при реке Стугне. Предсказание не есть обещание даровать или вымолить победу. Предсказание есть только видение судьбы данного человека или всего народа. Похвальба так называемыми великими победами в русской истории приучила нас смотреть чрезвычайно односторонне на Куликовскую битву и на причастность к ней, святого Сергия, с его благословением. Если беспристрастно изобразить условия, при которых произошло благословение и затем картину самой битвы, то увидим нечто скорби достойное, а не радостное. Прежде чем выяснить условия, при которых произошло благословение, отметим, что положение России во времена Донского было благоприятное. Татарская орда разлагалась, достаточно прочитать, как ханы свергали друг друга. Действовал яд, сыновья убивали отцов. Чтобы в этом убедиться, Напротив, Москва давно уже стала богатеть, усиливаться. Неверно, что русские, как прежде, трепетали перед татарами. Они уже научились одерживать победы. Так, за два года до Куликова татары потерпели большое поражение от русских при реке Божия. Историк Соловьев говорит, От страха перед татарами русский народ начал отвыкать от со времен Калиты, когда прекратились, благодаря миролюбивой политике Калиты, их нашествие и опустошение. Возмужало целое поколение, которому чужд был трепет отцов перед именем татарским. И сам Дмитрий вырос в неповиновении хану. Дмитрий Донской является перед походом в обитель святого Сергия. Для чего? Спросим мы. К святым, имеющим Духа Святого, приходят перед важными решениями советоваться, чтобы их выслушать и поступить, как они скажут. Вам должен нас слушаться, сказал в свое время святой Феодосий Печерский князю. Ведь если у святых спрашивают о какой мы деле, то через них отвечает Дух Святой. Божие промышления отдано положению вещей. И вот что же мы и наблюдаем. Дмитрий Донской торопится. Он с трудом соглашается отстоять обедню и отказываться после обедни идти в трапезную. Откушать, чтобы потом поговорить со святым Сергием. Он очень волнуется. Велиречиво говорит подобострастный церковный историк в оправдании самодержцу. Гонцы один за другим приносят ему известие о приближении Мамая. Придя в обитель за советом у Духа Святого, можно было бы концам приказать мало времени обождать его ограда святого Сергия. Приходится убеждать князя не торопиться. Невольно возникает сомнение. Не пришел ли князь уже с готовым решением? Во что бы то ни стало принять битву. А святому Сереге, как молитвеннику, у каждого свое занятие, надлежит только помолиться и благословить. Это невольно напоминает будущих воинственных христолюбцев. Ты знаешь, служи молебен на победу. Не твое дело рассуждать о делах воинских, государственных. Но здесь еще не последующие покорны не Духу Святому, а земным владыкам подострастные или, напротив, забитые и безмолвствующие священнослужители. Здесь великий святой послание Христа. У него достаточно сил убедить нетерпеливого воина, если уж он сам пришел, выслушать некоторые святые слова. И вот что сказал Дух Святой устами Великого Святого Донскому. Сражение, если оно будет допущено, явится небывалым по кровопролитию. Не лучше ли вежливость Духа Святого? Не приказание даже, не настойчивый совет, а ласковое убеждение. Покорностью Данию умиротворит татар. Прежде, господиня, пойди к ним с правдой и покорностью, как следует по твоему положению покоряться Ордынскому царю. Дмитрий молчит. И тогда Святой Сергий снова начинает говорить, делать как бы намек. «Ведь и Василий Великий утолил дарами нечестивого царя Иулиана. И Господь презрел на смирение Василия и низложил Иулиана. Но не в нем лет нацкой. И Святой Сергий говорит уже открыто, «Враги хотят нас от чести и злата. Дадим это. Отдай им, Господин, честь и злата. И Бог не попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видит твое смирение и низложит их гордость». Вот какова была беседа Святого Сергия с князем Дмитрием. Если историк имеет хотя бы малейшее представление, что такое христианство, кто есть Дух Святой и кто посланник Божий, святой в Церкви Христовой, он обязан сделать правдивый вывод. Господь устами Святого Сергия просил земного владыку не проливать по напрасну реки человеческой крови. А положиться на волю Божию, отдав честь и золото Мамаю. И при этом Господь обещал, вот где истинное предсказание, но уже не судьбы, а великой награды за послушание Слову Духа Святого. Полное сокрушение силы татарской. Как? Конечно, чудом, Божиих судов. И вот что необходимо еще принять к сведению. То, что советовал святой Сергий Донскому, вполне соответствовал завету предков князя Дмитрия. И Александр Невский, его прадед, прапрадед, и его дед Иоанн Калита, копили силу, не растрачивали ее, жалели жизни христианские. В опасных случаях предпочитали платить не жизнями, а деньгами. Но не только предки, но и потомки Нанского поступали так же. Василий, сын Дмитрия, одержал бескровную победу над несметными полчищами Тамерлана. Но если эту последнюю, как мы показали в 13 главе, можно назвать чудом Божиим, то бескровное поражение Ахмата, царя Ордынского, правнука Дмитрия Иоанна III, следует приписать исключительной выдержке этого государя. Зная, как все требовали от него кровопролития, например, жестокое послание к Иоанну III, архиепископа Ростовского, Вассиана, изумляет святое хладнокровие этого князя. Дмитрий, не послушав Совета Божий, и таким образом вступил на путь судьбы, подвергая действию судьбы и государства, за которые он ответственен. Истинный христианин, то есть руководимый Духом Святым, идет, как зрячий, путем Божиим. Христианин, не желающий послушания, подобно язычникам, увлекается слепой судьбой. Судьба бывает счастливая и несчастная, и характерной особенностью жизни по судьбе является участие в ней несчастных или счастливых случайностей, игры стихий. Житие сохранило нам важную подробность. Когда Святой Сергий говорит слова Божии, призывает Дмитрия к смирению и возвещает великую милость за это смирение, не изложение врага, то Житие не упоминает, каким голосом было произнесено это увещание. Очевидно простым, всем слышимым. Но когда Дмитрий прощается с Святым Сергеем, предпочитая свою волю, а не Божию, Святой Сергий вдруг наклоняется к нему и шепчет «Ты победишь!» Шепотом передаются слова стыдные, которые неприятно говорить вслух. В чем же здесь дело? Святой Сергий, конечно, имеет дар в ведении судеб людских. По любви ближним он сообщает и Дмитрию его судьбу. Но в сравнении с только, что возвещенной Божией волей это дело личное, жалкое и произносится от того шепотом. И вот на поле Куликовском сбывается это шепотом предсказанная победа. Но какой страшной ценой и поистине вследствие счастливой случайности игры стихий. В этом сообщают все учебники истории. Происходит разговор между двумя начальниками засадного полка. Разговор потрясающий. Молодой князь Владимир в отчаянии вслед за битвой говорит воеводе Волынскому «Смотри, смотри, все христианские полки лежат мертвыми. Почему мы стоим?» Но опытный воин предвидит возможность поражения засадного полка. Он надеется, что ветер переменится и перестанет дуть в лицо русским. И ветер меняется. Русские одержали победу блистательную. Когда сошли живых, то оказалось, что их 40 тысяч, а было 400 тысяч, 360 тысяч пали. Тогда ведь не сотни миллионов исчисляли население, и даже не десятками. Страшно скудила русская земля. А золото, которое не хотел отдать Донской, пришлось в течение пяти лет всем отдать татарам. И во пять лет хам, тохтамыш, грабил, уничтожал беззащитную страну. Помимо непослушания святым, Куликовская битва была в государственном и воинском смысле ненужной жертвой. И без нее, как было сказано, Россия справилась с татарами. Эта битва была неосторожностью или, вернее, удальством и игрой крови в Дмитрия древних викингов, его предков. Полтора ста лет перед тем удальство Мстислава удало. Вракове битвы при Калке кончилось ужасным поражением русских. Судьба московского государства была счастливее судьбы Киевской Руси. И удальство Дмитрия принесло ему великую славу на многие столетия и кажущуюся славу Москве. Но все царство Недмитрия было великим поражением святых на Руси. И только в момент смерти блеснул благодатный луч. Об этом позднее. Непобеда на Куликовском поле знаменуется время, нами изображенное, а вот именно теми событиями, которые тогдашние люди называли церковной смутой. С точки зрения житейской и материалистической государственной события эти ничтожны и не имели никаких последствий, ибо у кого из низей не было фаворитов, позволявших себе беззаконие. Все это не мешало государству богатеть и усиливаться даже духовно. В противоположную сторону святости – развиваться. Во времена глухие и безнадежно материалистические такие события, конечно, ничего не прибавляет и не убавляет в общей отвращенности от Христа. Но время, о котором мы говорим, было святое время. И события, нами изображаемые, имеют потому зловещее и страшное значение. Тогда в церкви русской сиял неземной свет. Не через одного человека, а через многих. И эти светила Духа Святого преображают, если можно сказать, весь воздух. Жизнь становится радостно, блаженно, необычайно легко. То, что советовал апостол Павел, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Не требует никакого труда. Сами легкие наполняются радостью, а из уст исходит словословие «Бог, любящий близко». Терпение и святая уступчивость проницают и всю историю жизни русского царства. Когда воля правителей русской земли обращена не на внешние дела государства, а погружена во внутреннее течение православной цены страны, этот добротитель дает видимые плоды, видимые чудные плоды. Ею крепка была Киевская земля, как мы изобразили ее. Уступчивость была сила Александра Невского в его отношении к татарам. Эта сила действовала и в потомстве Александра на московском княжении, начиная с его сына Даниила. Битвой на Куликовском поле князь Дмитрий Донской нарушил мирный завет предков и пренебрег советам святого Сергия, предлагавшего уплотить дань и не лить драгоценной крови христианской. Страсть к возвеличению кровавых побед завет Петрова просвещения русскому образованному обществу сделала так, что незамеченная в русской истории остается величайшая бескровная победа сына Дмитрия Донского над страшным Тамерланом, спасшая не только Москву, но и всю Европу. Тогда было новое нашествие огромных орд великого завоевателя, как все сокрушающие лавина двигались в несметные полчаса от Тамерлана, уничтожая все на своем пути. Он стоял уже у Рязанских границ, Василий I, вышедший на встречу с войском, почти ничтожным, обратился с жаркой молитвой к Богу. Он просил митрополита воздвигнуть икону Владимирской Божьей Матери. И когда крестный ход, преднося икону, вшествующую из Владимира, доносит московские границы, достиг московских границ, Тамерлан вдруг снялся с лагеря и пошел назад в степи, исчез навсегда. Это была победа при Святой Богородице, и Москва оставалась верной святой политике. Чудным венцом этой политики, нелюбви к кровополитию, была бескровная победа Иоанна Третьего над ханом. С великим трудом Иоанн Третьего удерживался отступления в битву с противником, стоящим против него лагерем. Ему писали из Москвы с жестокими угрозами, чтобы он не губил Русь своей медлительностью. Тогда еще не было позднейшего под обострасти князю. Ему в лицо высказывали самые обидные вещи. Высшее духовенство спешил обличить невоинственного князя. Писали митрополит и ростовский архиепископ требуя битвы. Архиепископ Васиан, брат знаменитого Иосифа Волокамского, говорил в грамоте, наше дело говорить царям истину. Ты уклоняешься перед ханом, молишь о мире и шлешь послов. Отложи страх и возмогай Господи, ведь ты уехал из Москвы к воинству с намерением ударить на врага. Поревнуй предкам своим, прадед твой великий достославный Дмитрий. Не сихлий татар победил задону. Ангелы снидут с небес в помощь твою. Ибо Иоанн вместо того, чтобы готовиться к битве, внезапно приказал отступление. И вот произошло чудо. Татарам ночью показалось, что русские снимаются с Астана, чтобы зайти в тыл. И все войска хана бросилось бежать. Утром перед глазами русских, еще не вполне отступивших, открылся пустой, брошенный противником лагерь. Современный говорит, не оружие и не мудро человеческое, но Господь спас ныне Россию. Политике, соответствующей высшей добродетели русской церкви отвечало из самой свойства московского войска. У него не было храбрости завоевывателя, русские не были сильны в чистом поле, но не существовало более устойчивого войска при защите от гороженных мест, то есть крепости. Сохранился даже знаменитый термин «отсиживаться за стенами». Этот характер русский крепость в своем и нежелание чужого. Петровский выход из театру славы из всего света подчинется перевернуть все прежние понятия и бред о славнейших победах. Превозношение величия могущественного государства возвел в Перу императорской политики. Вмешиваться во все европейские дела оказалось призванием Великой империи. При императрице Екатерине Второй сочинили даже подходящий гимн «Гром победы раздавайся». Изумительно, что эта победная лжемистика совершенно покорила русское сознание, не просвещенное светом Христа. Такой вполне не воинственной истории, как Ключевский, у которых в пяти домах ни разу не памятны национальных героев Суворов и Кутузов. Конечно, не без определенной тенденции. Смысл явления в русском народе церкви Христа Сергия Радонежского полагать исключительно в необходимости держать Куликовскую битву. Святой Сергий приходил для того, чтобы благословить Дмитрия Донского на битву, ибо Куликовской победой определила вся будущность русского народа. Культ побед возводится в житворяющий фактор русской истории, не свидетельствовали этом величайшей духовной нищеты новопросвещенного сознания. Культ победы, но если взглянуться на глубину совершающие жизни русского государства, не видишь никаких побед, достойных великой империи. Напротив, поражения при столкновении с не менее великим противником Аустерлиц, Наполеон, Севастопольская компания, Японская война, часткие стыдные поражения. И только когда могущественный противник начинает угрожать самой жизни православной страны, на помощь является искренне русское свойство, крепкость, отчаивание, грудью, а не слава победы, таков смысл. Бородинского боя. Здесь сам Бог бережет русскую землю. Несомненно, произошло тоже и в Сталинграде, положившем великий предел немецкому нашествию. Бог пришел, и милостивый приход его знаменовался чудом. Безбожно советская власть признала свободу церковных богослужений по всему Советскому Союзу. Завоевания русских в борьбе с несильными противниками Турктистан, Кавказские народцы, почти пустые пространства Сибири, Черноморское побережье на историческом языке получили именование продвижение до своих естественных географических границ. Для историков это продвижение казалось столь нормальным, что Сергий Соловьев, говоря о могуществе империи, присовокупляет, но без завоевательных стремлений. Конечно, присоединение Сибири, Кавказа, Туркестана, Черноморского побережья вполне целесообразно, но не может быть никаких оправданий для хищного захвата целых государств Польши, Финляндии, имевших свою особую жизнь, свое церковное становление, свои естественные границы. Театром славы всего света заставлял русских правителей всегда показывать миру свое великое могущество. Император Николай I почти все свое царство стремился повелевать европейской политикой. Один случай из его жизни показывает, как он был антихристовым духом превозношения, полом, как полом он был антихристовым духом превозношения. А даже на больших маневрах под Петербургом он выехал перед строем далеко вычислищихся войск и скомандовал «С нами Бог, против нас никто, вперед и поскакал». За ним двинулись и вся громада войск. Это бесцельное движение военной силы в расстроенном гордости уже уме императора казалось ему угрозой всему свету. Но здесь ничего не было, кроме кощуственной игры с выражением «С нами Бог». Севастопольский разгром и мрачное уныние, в которое впал император Николай перед смертью. Изображенное Фреллиной Тютчевой в дневнике было ответом судьбы на это кощунство. Знаменательное для тайны жизни русского царя то, что сохранилось в его памяти о двух национальных полководцах. О Суворове не Туртукай с его удалью. Туртукай взят, и мы там. Слава Богу, слава нам. За это дело Суворов чуть-чуть был не отдан под суд излишнего кровопролития. Полководство спасло известное значение Катерина Второй. Победителя не судят. Ни итальянские победы, никому не понадобившиеся, ибо французы так и не ушли из Италии, а остался в памяти русского народа поход через Эс-Готард, великая русская страда, плод русского терпения и жертвенности. Та же осталась в памяти народной простота Суворов, его любовь к солдатам, его и родство, его чтение Пасалтири в деревенской церкви во времена бесславия. Кутузов прекрасно изображенный в войне и мире, Толстого являет нам исконное лицо русского стратега. Вот его слова. Чтобы выиграть кампанию, не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Нет сильнее этих двух воинов терпения и время. Все приходит вовне, кто умеет сдать. Кутузов дал бородинское сторожение, потому что от него требовал этого императорский двор, нетерпение. Он сдал бы в Москву совсем без боя, если бы все зависело только от него, ибо он знал, что французы будут побеждены временем, как знал о татарах Иоанн Третий, как знают все правители, Богу покоряющегося и от Бога имеющего указания. Не ищите славы, а берегущие драгоценную жизнь людей. Империя любит измерять свое время сражениями и победами, но русский народ церковь не по численному календарю Петра Великого. Он говорит на Флора и Лавра к внешнему Николе Вечнему. Петровка, пост на Петра и Павла по крову дню, в горе в день и прочее и прочее в народном сознании дни года не отмечаются отвлеченными знаками цифр, а запечатлеваются сердцем дня. Именем празднуем его в этот день святого. Новопросвещенному Эта мудрость народная плод просвещения истину Христова кажется суеверим показанием отсталости. Никуликовская битва Никуликовскую битву, когда пролилось неисчислимое количество крови, поминает верующий русский народ, кто помнит в году этот день. Народ церковь напоминает приход в Москву. Владимирской иконы Божьей Матери, событие, которое сопровождалось бегством получишь нового великого завивателя Тамерлана, вспоминает не взятие Казани, а явление Казанской иконы Божьей Матери. Божьей И не И не И не Один раз в Году, а Несколько Тогда радуется сердце народное, ликует его душа. Здесь великое торжество народа церкви, ибо озаряет народную жизнь чудный свет благодати. Божьей, не сравним этот свет с огнями фейерверков, который пускал в дни поминаний своих побед Петр Первый. В то время, когда новый свет, новое бытие справляли свое великое торжество в преобразованиях Петра Первого и в его оргиях все пьянейшего собора свет истинный или заметный в русском царстве начал разгораться дивным образом, но как бы вне течения всенародной жизни в дебрях тамбовских среди непроходимых лесов. Страница 549 по 552 Чат Сатучи Вьются Бесы называется. Пчатся Тучи Вьются Тучи Невидимкой Луна Освещает Снег Летучий Мутно Небо Ночь Мутна Еду Еду В чистом поле Колокольчик Динь-динь-динь Страшно Страшно По неволе Средь Неведомых равнин Эй Пошел Емщик Нет Мочи Конем Барин Тяжело В юго Мне Слепают Очи Все Дороги Занесло Хоть Убей Следа Не Видно Сбились Мы Что Делать Нам В поле Бесно Сводит Видно Да Кружит По Сторонам Посмотри Вон 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 Играет Дует Плюет На Меня Вот Теперь Во враг Толкает Одичалого Коня Там Верстою Небывалой Он Торчал Передо Мной Там Сверхнул Он Искрой Малой И пропал Во тьме Пустой Мчатся Тучи Вьются Тучи Невидимкой Луна Освещает Снег Летучий Мутно Небо Ночь Мутна Сил Нам Нет Кружится Доли Колокольчик Вдруг Молк Кони Стали Что Нам В поле Кто Их Знает Пень Или Волк В юго Злится В юго Плачет Кони Чуткие Храпят Вон Он Далече Скачет Лишь Глаза В омгле Горят Кони Снова Понеслись Колокольчик Динь Динь Вижу Духи Собрались Средь Белеющих Равнин Бесконечные Безобразные В мутной Беспредельной Вышине Визгом Жалобным И воем Надрываясь Сердце Мне Пушкин Александр Сергеевич Бесконечные